Муниципальные служащие сменили деловые костюмы на рабочую одежду и вышли на уборку города. Сильный ветер в ночь на среду повалил массу деревьев, веток, нанес листвы и мусора. Все вышли с энтузиазмом, сразу откликнулись, собрались все в большом зале в администрации и разделились на группы затем, чтобы разбиться на районы и более быстро убирать. Нам досталась центральная набережная. Активисты, предприниматели и все неравнодушные жители города помогали работникам коммунальных служб ликвидировать последствия разрушительной стихии. В незапланированном субботнике участвовало более 300 человек, была задействована 31 единица техники. В результате стихии порыва ветра более 37 метров в секунду, в ночь с 23 на 24 в городе и районе было повалено более 700 деревьев. Вторые сутки силами муниципалитета, силами предпринимателей, силами коммунальщиков устраняются последствия. То бишь валятся деревья, которые были выкорчены ветром, которые перегораживали дороги, проходы, пилятся, вывозятся на городскую свалку. Беспрепятственно нам дали добро коммунальщики. Главой муниципального образования Сергеевым Сергеем Павловичем были приданы еще силы, дополнительные в том числе строители, молодежь, студенты, активисты, волонтеры, жители улиц, которые сами вышли на улицу. На сегодняшний день работает более 30 единиц техники, более 300 человек, вывезено порядка 100 кубометров веток поваленных деревьев. Обращаюсь к жителям непосредственно, выходите из домов, помогайте, собирайте, будем вывозить, спасибо. Гости курорта стали свидетелями разгула стихии и с пониманием отнеслись к проводимым работам. Ураган не напугал, но пришлось отсиживаться в отеле своем. Такой объем, конечно, невозможно убрать сразу. Я думаю, что еще на неделю хватит работы. В ближайшее время улицы города примут прежний вид.